Накануне всенародного празднования 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке состоялась 10-часовая тренировка «День рекордов и побед». Она вошла в книгу рекордов России как самая продолжительная. Я наблюдал сверху за всем происходящим, и сбоку, и сверху. И могу сказать, что все было организовано с точки зрения организации очень качественно. Все ребята, видно было по глазам, что они очень остались довольны этим праздником, потому что, я думаю, запомнится этот день надолго в их жизни. Тем более увидели своих звезд, своих кумиров в своих областях спорта. Поэтому, конечно, очень впечатляющий рекорд. Могу сказать, что вряд ли кто-то в ближайшее время его побьет. В концертно-спортивном комплексе «Фетисов арена» участниками тренировки стали более 1200 спортсменов. Состязания прошли по 15 видам спорта, включенным в программу игр «Дети Азии-2022». Хочу поздравить Владивосток с прекрасной акцией. Она состоялась. День рекордов и побед. Мы увидели полный зал детей. Это, наверное, то, что хочется видеть каждый день. Дети должны быть заняты. Либо это культура, либо это образование, либо это спорт. Поэтому сегодня была спортивная акция. Полный стадион детей. Это не может нас не радовать. Хочу сказать, что дети были с горящими глазами, отдались целиком и полностью. Хотят заниматься, любят спорт. Поэтому считаю, что Владивосток сейчас, наверное, одна из столиц массового спорта. За зрелищным мероприятием наблюдали представители Международного комитета и дирекции Международных спортивных игр «Дети Азии», президенты Всероссийских спортивных федераций и, конечно же, приморские болельщики. Также принял участие в масштабной тренировке и губернатор Приморья Олег Кожемяка. Он спарринговал в боксерском ринге с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым. А по завершению тренировки глава региона вручил сертификаты послов игр «Дети Азии» звездам российского спорта. Артем Белов, Анна Дьякова. Новости на восьмом.